Водные процедуры По распоряжению Акимобласти в населенных пунктах дезинфекционные работы проводят дважды в день. Подстрекательство, да и только. Известный татокурганский блогер явно призывает людей нарушать карантинные меры. Главное, по его мнению, не попасть в объектив камер. С пользой для дела. Контрафакт на алкоголь станет антисептиком. Профессионал своего дела. Ветерану труда Леониду Михно сегодня исполнилось 70 лет. Почетный гражданин Татокургана внес значительный вклад в строительство автодорог Алматинской области. В 1972 году окончил Усть-Каменогорский дорожно-строительный институт. Трудовой путь в Татокурганской области начал в 1983 году. Начальником отдела автодорог. В 1996 году основал акционерное общество Татокурган Жолдара. Проработал директором до 2008. С того времени находится на заслуженном отдыхе. Ваш профессионализм и любовь к своему делу принесли немало пользы народу, отметил Амадыг Баталов, вручая поздравительный адрес. К другим темам. Карантин должен строго соблюдаться. За эту прямую ответственность несут акимы районов и городов области. На селекторном совещании под председательством главы региона еще раз обсудили ход проведения режима карантина на территории края ЖТСУ. Период очень сложный, но все трудности преодолимы. Самое главное четкое выполнение поручений со стороны местных исполнительных органов и прежде всего информированность населения. Акимам районов и ответственным областным ведомствам глава области дал ряд конкретных поручений. И прежде всего это коснулось сдерживания цен на продукты первой необходимости, реализации дорожной карты занятости, посевной кампании, профилактических мероприятий против коронавируса. Особое внимание Амадыг Баталов поручил уделить вопросам защиты медиков. Дефицита в обеспечении средствами индивидуальной защиты быть не должно, еще раз напомню участникам селекторного совещания глава региона. Совершено коррупционное решение. Явился вот опасный такой участок, это Саруизек, Кербулавский район. Вот Кербулавский район вместе отработайте от начала до конца. Каждого контактника и вот здесь рядом уже, мне граница стала кругом, чтобы дальше не пошло. Чтобы все блокпосты работали в строгом режиме, никого никуда не пропускать. Тогда мы локализуем. Заслушал Аким области на селекторном совещании и руководителя региональной антикоррупционной службы. Ернар Макожанов еще раз напомнил госслужащим, что согласно поручению президента страны, теперь за своих подчиненных ответственность несут первые руководители. Таких фактов в нашем регионе зарегистрировано не было. Но департаментом по противодействию коррупции в этом году были выявлены нарушения в секторе государственных закупок. При ходе мониторинга нами были мониторинги государственных закупок, местные исполнительные органы. При мониторинге нам было выявлено нарушение, то есть завышенные цены, которые были проведены, опубликованы в государственных закупках цен. При мониторинге нами были выявлены более 187 миллионов тенге завышенные. В ходе этого мы внесли рекомендательные письма на высшестоящий руководство. Эти государственные закупки были отменены и 187 миллионов были возвращены в бюджет. Приоритетным направлением в профилактике коронавируса остается дезинфекция. В Алматинской области ей уделяется особое внимание. Так, санитарной обработкой в Талакургане охвачено свыше 750 многоэтажных домов, 275 дворовых территорий, более 2200 подъездов. В дезинфекции задействованы 4 единицы техники пони и порядка 160 военнослужащих десантно-штурмовой бригады Талакурганского гарнизона. Свыше 300 жилых строений в микрорайонах Каратал, Мушельтое, Гаршкер, Самал уже охвачены дезинфекцией. На очереди Булашак, Куктемберлек. Фасады учебных заведений и детских садов города также попадают под прицел санитарной обработки. Отметим, концентрированным раствором гипохлорита натрия обеззараживаются места скопления людей не только в многоэтажных районах областного центра, но и в частном секторе. Мы уже на сегодняшний день продезинфицировали почти половину частного сектора. В частности, проводили дезинфекцию нашего района, так называемого Хутор, улицы Алдобергенова, Шахворостова и так далее. Следующие мы собираемся проводить дезинфекцию частных секторов в сторону Утиная и Еркина. На связи. В связи с введением режима ЧП большинство госучреждений и некоммерческих предприятий страны перешли на дистанционную работу. В их числе и цены. Всего 24 госкорпорации и 2 автоционные регионы временно закрылись. Однако получить услуги можно в электронном виде. В связи с этим большая нагрузка выпала на долю операторов колл-центра. Они ежедневно консультируют по тысяче абонентов. Телефон заходите на Play Market или App Store. Там закачайте приложение Telegram. 29-летняя Диляра Ахмед работает в автоционе с 2015 года. Специалистом в секторе выдачи прав. В связи с введением ЧП девушка переквалифицировалась в оператора колл-центра. Каждый день с 10 утра до 5 вечера в режиме нон-стоп она консультирует граждан. В день только ей поступает свыше 150 звонков. – Признаюсь вам, работа оператора колл-центра достаточно сложная. Так как я этим никогда не занималась, в первое время было сложно. Очень много звонков. Едва положив трубку, раздается новый. В основном людей интересует тема получения пособия. Объясняю каждому абоненту, что делать и куда обращаться. Например, многие не знают, как установить Telegram, где имеются наши боты. Перерыва на обед нет. В моменты затишья быстро перекусываю. Сейчас уже потихоньку привыкаю. Отдыхаем только по воскресеньям. Работает Диляра из дома. Вместе с супругом воспитывают трех прекрасных дочек. Девочки с пониманием относятся к маминой работе и лишний раз стараются не мешать. Старшая Айша присматривает за младшими сестрами, прибирает дом, а также помогает бабушке с готовкой. Раньше мама ходила на работу, а теперь она трудится дома. Мы стараемся ей не мешать. Я говорю младшим, не поднимайтесь на второй этаж. Мама работает. Сестренкам по три и два года, поэтому они еще не учатся, а мне девять. Каждый день я учу уроки через телеканал Балапан. Я записываю все, что говорят учителя из телевизора. Мы решаем задачи и по WhatsApp отправляем нашим учителям. Они смотрят, правильно ли решено задание. Вечером, когда мама освобождается, мы можем с ней поговорить, поиграться. Она готовит нам еду. Днем за нами присматривает бабушка. Дополним. Всего в Алматинской области в колл-центре 1414 работают 62 оператора. Ими с 26 марта по 10 апреля было проконсультировано 46 тысяч человек. 20 тысяч из них по видеозвонку. Тамир Анитов, Бигзат Кожмуханов, телеканал ЖЦУ. Не покатаешься. В период чрезвычайного положения любителям частного извоза пришлось свернуть бизнес. Однако, как выяснилось, даже прекращение движения городских маршрутов не улучшило положение и официально зарегистрированных служб такси. Как изменился график и, что немаловажно, ценовая политика таксомоторов узнавал Ануар Мангелдинов. Работу диспетчера спокойной не назовешь. Систематические звонки не дают и пару минут на отдых, говорят сотрудники колл-центра, одной из крупнейших городских служб такси. Однако, с внедрением чрезвычайного положения количество заявок значительно снизилось. В данный период времени наша компания работает в штатном режиме. У нас не было сокращений. Всем нашим сотрудникам предоставляются маски, перчатки, а также развозка с дома до работы, с работы до дома. В обычном режиме мы закрывали более 7-8 тысяч заказов. Но сейчас при карантине, во время карантина закрываем более 3 тысяч заказов. Уменьшение заказов повлияло и на количество водителей, сотрудничающих со службой такси. На данный момент в компании насчитывается более 200 авто, хотя до введения ЧП их было в два раза больше. Несмотря на все сокращения, поднимать цену на частный извоз владельцы компании не намерены. Мы держим все цены на уровне. Плюс ко всему, мы сейчас, так как мы являемся официальной службой такси именно в Алматинской области, мы сейчас опустили цены в регионы и другие города на 30%, чтобы люди, которые по работе, медики, возможно, еще кто-либо, другие люди, они, кто имеет право пересекать блокпосты, наоборот, могли съездить, могли туда-обратно съездить и так далее. Мы, наоборот, снизили цену. Помимо послабления клиентам, компания внесла положительные изменения в отношении водителей. Им также снизили финансовую нагрузку. При выходе на ленту, как бы они приобретали тарифы, в связи с этим, получается, цена данного тарифа была снижена на 50%. В связи с этим это идет, как бы, не как бы связано с ЧП, но и по большой просьбе наших водителей, которые работают, сотрудничают вместе с нами. По поводу рейтинговой системы тоже это все убрали. Рейтинги, они влияли на то, чтобы заказы поступали более чаще. Чем выше рейтинг, тогда заказы поступали более чаще в этом плане. Сейчас поочередно. Как бы у всех сейчас же рейтинги одинаковые. И кто приехал в этот район, кто стоит раньше, тому и заказ поступает. Однако со снижением тарифов изменилось и требование к водителям. Специальные справки для прохождения постов служба дает исключительно тем, кто систематически занимается извозом. Также ежедневно авто каждого водителя должно проходить дезинфекцию. Помимо этого сотрудникам выдаются маски и дополнительные средства обработки. Проводится соответствующий инструктаж. В целях предосторожности и соблюдения социальной дистанции специалисты советуют садиться не на переднее сидение, а на заднее. И желательно не за водителем, а за пассажирским креслом. Что касается оплаты, эксперты советуют производить безналичный платеж. Ануар Амангельдинов, Надир Хамзин, телеканал ЖИЦУ. В Алматы прибыло почти полтона медикаментов из Турции. Всего 8 наименований. Этот гуманитарный груз был доставлен по инициативе известной фармацевтической компании. Как отметили ее представители, этих препаратов сегодня нет в Казахстане. Все они эффективны в лечении пациентов, зараженных COVID-19. Дают быстрый хороший результат даже при осложнениях, заверяют производители. За последние месяцы это уже третий груз с турецкими прилавками. Доярки и трактористы ВКО вынуждены жить на работе. На востоке Казахстана готовятся к пассивной. Чтобы не было срывов, работники одного из крупнейших сельхозформирований перевели на карантин. Те, кто занят в поле, теперь живут неподалеку в общежитии. Полностью закрыты на работе и сотрудники молочной фермы, чтобы случайно не попасть в изоляцию. Многопрофильное хозяйство в поселке Солнечный в пригороде Узкомногорска – одно из крупнейших в области. Больше полувека снабжает своей продукцией жители региона. Но вот с полным карантином здесь столкнулись впервые. Вот уже две недели, как рабочие сменили адрес жительства. Вместо дома возвращаются в общежитии. Вход строго в масках, обработка рук – обязательная процедура. В полтора раза увеличена и заработная плата тех, кто работает в изоляции. Доярки и трактористы теперь вместо обычных 220-250 тысяч в месяц получают на 100 тысяч больше. С сегодняшнего дня в Алматы возобновлена деятельность строительных компаний. А чтобы они могли приступить к работе, нужно открыть строительные рынки. В мегаполисе почти половина горожан до карантина закупалась в павильонах магазина, созданного еще в начале 90-х. Один из крупных строительных рынков Алматы закрылся еще месяц назад. Но пыль здесь до сих пор даже не садилась на товары. Технический персонал продолжает свою работу. Правда, в новом режиме. Они дезинфицируют все здание – снаружи и внутри. А товары тут исчисляются миллионами. От мелких крючков для одежды до огромных дизайнерских люстр. Но главный ассортимент здесь – стройматериалы. Они размещены на огромной площади – почти в 30 тысяч квадратных метров. На блог надейся, а сам не плашай. В социальных сетях талдыкурганский блогер, имеющий аудиторию численностью свыше 60 тысяч человек, призывает жителей города быть аккуратнее, если выходят гулять на улицу. В то время, когда в регионе действует карантин, и власти напротив призывают людей, как можно меньше выходить на улицу и оставаться дома во избежание заболевания опасным вирусом. В эти солнечные и цветущие дни усидеть дома очень сложно. Но именно к этому призывают власти, принимая все меры профилактики распространения коронавируса. И рекомендуют максимально оставаться дома. А вот местный блогер, видимо, считает, что постановлением главного санитарного врача можно пренебрегать. Тем самым вводя свою обширную аудиторию в заблуждение, считая, что гулять на улице можно. Главное – не оказаться кем-то замеченным. Байханзаш, у нас в городе очень сейчас все друг на друга прям стукать, издают. Если там магазин работает, какая-то пивнушка работает. Это втихаря снимает наших детей, получается. Смотрите, вот эта вот площадка, там ходят дети, почему все, примите меры. И от безысходности, получается, да, вот, госслужащина, например, не хочет это делать, на самом деле, все понимает. Дети ходят, как бы на улице весна, да, но. И приходится отправляться, вот, экипаж в полицию, чтобы он потом ходил и загонял людей в дома просто обратно. Так что аккуратнее, пожалуйста. Специалисты еще раз разъясняют норму упомянутого постановления. Карантин для того и вводится, чтобы максимально обезопасить население и свести к нулю все возможные контакты. Дело в том, что вообще нельзя находиться ни детям, ни взрослым на улице в данное время, во время чрезвычайного положения в стране и карантина на территории Алматинской области. Взрослым разрешается находиться только один раз в день при походе в магазин, либо в аптеку. Эти и другие ограничительные меры во время действующего карантина направлены на борьбу с мировой пандемией. Однако халатное отношение людей может дать победе над вирусом длительную отсрочку. Как считают эксперты, необходимо строго пресекать неправомерные действия, приводящие к усугублению положения в период ЧП. И призывающие к ослушанию призывы со стороны публичных людей должны строго караться законом. Его действия провоцируют нарушение правопорядка в условиях ЧП. Также имеют следующие недопустимые моменты, как неправильное разъяснение норм действующего законодательства, так как продуктовые магазины никто не закрывал. Во-вторых, имеется факт подрыва репутации госслужащих относительно его фразы, что они бездействуют. И, в-третьих, данным обращением призывает своих подписчиков препятствовать действиям журналистов и поощряет нарушение карантинных мер. Напомним, согласно 478 статье Кодекса об административных правонарушениях, неповиновение законному распоряжению или требованию представителей власти, выполняющих служебные обязанности или долг по охране общественного порядка, совершенный в местности, где объявлено чрезвычайное положение, влекут штраф в размере 40-месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 30 суток. Это грозит как людям, пренебрегающим выполнением постановления главного санврача, так и тем, кто поощряет нарушение нормативного акта. Айнур Мирханова, Ержан Дюйсен, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. Соседская поддержка. 65 тысяч медицинских масок получило общество Красного полумесяца Алматинской области. Груз со средствами индивидуальной защиты прибыл из Китая. Инициатором помощи выступила Международная торговая палата Поднебесная совместно с предпринимателями соседней страны. В настоящее время уже 60 тысяч масок переданы в распоряжение регионального управления здравоохранения. Ведомство раздаст медицинские изделия тем, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией. Это медики, полицейские, военные, сотрудники служб ЧАЭС и волонтеры. Остальные 5 тысяч масок общество Красного полумесяца планирует распределить среди инвалидов, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. Как заявляют представители Международного гуманитарного движения, это не последняя поставка средств защиты. На данный момент региональное общество Красного полумесяца ведет переговоры с отечественными бизнесменами о дополнительных поставках. Это не первая акция. Сразу же на следующий день, когда у нас объявлен был карантин, мы получили спонсорскую помощь от Совета директоров деловых женщин, которые нам предоставили деньги. И мы на эти деньги купили 21 семье продуктовые посылки. Это семьи, которые имеют многодетные семьи, матери-одиночки и инвалиды. Потом второй транш у нас был на 30 семей. Это в основном были пожилые люди, которые сейчас не могут выйти на улицу. То есть людям старше 60 лет. Контрафакту не место свободной продажи. Более 400 литров спирта, содержащих средств из свыше 2000 бутылок, изъято контрафактно-алкогольной продукцией специалистами регионального департамента экономических расследований, переданной в введение областного управления здравоохранения. После определенных лабораторных проб и исследований, контрафактная продукция будет превращена в необходимые в эти дни антисептические средства. В связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса, все ранее изъятые в ходе расследования спиртосодержащие вещества переданы для использования в качестве антисептических средств и дезинфекции помещений, а также обеспечения граждан дезинфицирующими средствами в целях снижения риска заражения вирусом COVID-19. В Испании продлили режим изоляции до 9 мая. Об этом в телеобращении к согражданам объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Эту меру теперь должен одобрить Конгресс депутатов. Ограничение передвижения было введено на всей территории Королевства 14 марта на фоне вскушки коронавирусной инфекции. Сейчас Испания занимает второе место в мире по числу зараженных и третье по количеству летальных исходов. Рост числа заражений и гибели пациентов нескольких. Несколько замедлился в начале апреля, но остается на высоком уровне. В субботу Испания преодолела психологическую отметку. Число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек. Из-за загруженности больниц власти приняли решение переоборудовать Мадридский выставочный центр в госпиталь специально для пациентов с коронавирусом. Сутками здесь работают сотни врачей. В России снизился спрос на водку. С начала апреля продажи упали на 41% по сравнению с первой неделей прошлого месяца. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных TaxCom. Снижение продаж наблюдалось и под другим алкогольным напитком. В среднем от 24 до 58%. Реализация одного из самых популярных напитков пива упала на 26% по отношению к началу марта. По мнению экспертов, низкий спрос связан с тем, что люди уже сделали запасы. На греческом острове Хиос вспыхнули беспорядки в одном из лагерей для беженцев. Группа агрессивно настроенных людей из стран Африки и Центральной Азии подожгла несколько палаток и местную столовую. Когда на место прибыла полиция, то в сторону сторожей правопорядка посыпались камни и бутылки. По поступающим сообщениям, причиной негодования обитателей лагеря стала кончина 47-летней женщины из Ирака. Перед смертью у нее наблюдались сильная температура и кашель. В результате распространился слух, что речь идет о коронавирусе. При этом лагерь переполнен. Покинуть его никто не может. Средств гигиены и лекарств катастрофически не хватает. Для усмирения людей полиция применила слезоточивый газ. Позже представители власти сообщили, что подозрения на коронавирус не подтвердились. В лагерях для беженцев и мигрантов на Греческих островах размещено около 40 тысяч человек. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин